Доброе утро, дорогая Церковь, дорогие друзья, слушатели! Приветствую вас с именем нашего Спасителя, любящего Бога Иисуса Христа. Хотел сегодня поговорить о Спасителе и о нас. Спаситель близко, спасение близко, Иисус грядет. Сегодня мы живем в последнее время, и наш Бог, Он предусмотрел и сказал, что настанет день, когда брат пойдет на брата, что будут катаклизмы, катастрофы, будут болезни, будут войны, и что нам нужно пройти это время с Иисусом Христом и подготовить свое сердце, пройдя этим путем к пришествию Иисуса Христа. Он придет за своей Церковью, Он придет за нами, за теми, кто любит Иисуса Христа, кто надеется, кто имеет уверенность в спасении, кто верит в обетование, кто верит в небо. Идя этим путем на земле, Бог учит нас верить в небо, потому что Он нам приготовил небеса, Он дал нам надежду, надежду вечно жить. И это время, которое мы сегодня имеем на земле, Он подготавливает наше сердце к своему пришествию. Он подготавливает нас, чтобы прийти за своей Церковью и забрать нас к себе. Вы знаете, если смотреть на мир, Он спешит взять все для того, чтобы приобрести и еще жить на этой земле. И у нас, у верующих, есть время спешить приобрести небо здесь на земле и стремиться к небу. Разница, огромная разница. К чему сегодня стремится твое и мое сердце, к чему сегодня нас тянет. Если мы сегодня не думаем о небе, мы несчастные люди. Но это время, которое сегодня последнее, и оно печальное, оно дает на возможность думать о том, что же будет завтра. Иногда нам хочется решить все вопросы, чтобы Бог остановил войну, чтобы Бог решил проблемы, чтобы забрал болезни, чтобы Бог убрал нас от того, что Он допустил. Избавил нас от того, что Он допустил. А Бог имеет другую цель. Бог сегодня хочет спасти каждую душу. Бог сегодня хочет освободить нас от себя, от своей зависимости, от разных зависимостей. Бог хочет, чтобы Его Божья любовь была в нас, и мы стремились к ней, стремились к небесам, которые Он приготовил. И тему я так и назвал «Спаситель близко, Он грядет». Дорогие, Бог нам оставил верное слово, которое четко нам говорит о том, что нам нужно делать. И слово его верное, оно верное пророчество, оно напоминает нам о том, что Бог предусмотрел все, и Он будет нам напоминать о том, что спасение близко. И это написано в Слове Божьем. Давайте мы с вами прочитаем римлянам 13 главу с 11 стиха. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не передаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоть». Прекрасные слова, которые Бог нам отставил, и Он дает нам свои наставления, и Он четко говорит, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Он говорит, что Спаситель грядет, и нам с вами нужно бодрствовать и ждать Его. А как же это сделать? Что же для этого нужно делать? И Он дает нам рекомендации, Он дает нам четкие указания, и мы читаем, что Бог четко говорит нам, что время приблизилось. А нам нужно первое. Отвергнуть дела тьмы и обличься в оружие света. Оружие света. Свет это оружие для тьмы. Свет побеждает тьму. Если мы будем во свете, мы победим тьму. Мы встретим Христа, и Он заберет нас с собой. Мы имеем это время сегодня. Второе. Интересно, то, что говорит Бог. Он говорит нам, чтобы мы вели себя благочинно, и не предавались ни попираниям, ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастью, ни распутству, ни ссорам, ни зависти. Чтобы у нас не было этого. И это то, что говорит Бог. И третье. Он говорит, чтобы мы облеклись в Господа нашего Иисуса Христа. То есть, чтобы мы одели на себя Его праведность. Чтобы мы изменились. Чтобы мы подготовили свое сердце к Его пришествию, к Его приходу. И чтобы мы были угодны. Чтобы мы никогда не услышали, не знаю тебя, не знаю кто ты. Бог хочет нам, чтобы мы заботились о Нем. Заботились о Небесном. О святости, которую нам приготовил. Они заботились о Своей плоти. И не превращали это в похоть, в страсть. Которая будет нас уводить от самого главного. От главной цели. От Небес, которые приготовил нам Бог. Дорогие, я хочу сегодня еще раз напомнить каждому себе. Читая это слово. Что спасение близко. Что Спаситель грядет. О чем сегодня думаем мы с вами как церковь. О чем сегодня думаешь ты и я. Что сегодня для тебя важно. И какую цель ты имеешь в жизни. Я хочу пожелать сегодня каждому человеку, чтобы цель была в твоей жизни встретить Иисуса Христа. Приготовить свое сердце к пришествию. И понимать, что Христос придет. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы этим жили. Прославляли нашего Спасителя. И были оружием света. И побеждали тьму. Аминь.